добрый день всем это максим критковский и мы начинаем наш очередной аудио эфир давненько мы с вами в таком формате не общались думаю что время пришло прошло уже пять туров чемпионата наверно нужно пробежаться по матчам как которые уже были сыграны нужно какие-то выводы может быть первые сделать оценить события которые происходят которые будут происходить наверное да как-то предвосхитить попытаться и в принципе поговорить о том что нам принес вот этот первый месяц чемпионата россии который в котором были сыграны вот эти вот первые пять туров ну что ж давайте наверное ну пару слов по каждому матчу а потом уже определенные темы обсудим первая игра была в самаре мы помним ее прекрасно лучше не вспоминать ее я так думаю неудачный матч совсем вот прям вот вообще вообще неудачные от первой минуты и практически до последней неожиданно конечно было контрольные игры я всегда говорил что мы не можем и не стоит делать каких-то серьезных выводов из них да там по результату не самые лучшие матчи были на турнире в австрии потом была победа 4-0 над рубином в контрольной игре но это все не главное главное было то что команда почему-то вот в именно в этот конкретный день на этот конкретный матч вышла ну не знаю что с ней произошло я не могу этого объяснить и сколько я не говорил с тренерами и с игроками никто не может объяснить что случилось но команда была сама не своя единственное что я могу сказать да что наверное вот в обороне то что происходило да и происходит сейчас это конечно отголоски того что серьезно достаточно перестановки потеряли родрига бекао и это как говорил и говорю это очень серьезная потеря этот защитник на мой взгляд был лучшим из игроков обороны в прошлом сезоне и да мы уже говорили о том что и агенты поступили не очень хорошо и он сам поступил не очень хорошо это тоже важный момент он даже из команды нормально не попрощался даже ничего не сказал на прощание и вообще как то ну наверное надо было честно признаться заранее я так понимаю что еще весной было известно что он уже собрался за собирался в один из другой стороны давайте так все-таки будем говорить что есть и определенный просчет потому что конечно его надо было оставлять и когда уже было понятно что этот защитник который нужен можно было наверно решить этот вопрос еще и до нового года как бы то ни было жизнь продолжается двигаемся дальше проблема в том что игорь дивеев не играл там самаре травма была получена в молодежной сборной в этом товаре в товарищеской игре вообще ты товарищеские игры после окончания сезона не знаю насколько они целесообразны ну я так понимаю когда игрока вызывают сборную там молодежную нельзя не ехать поэтому ну что случилось то случилось в результате дивеев игрок который очень здорово прогрессирует ну и на мой взгляд вот он сейчас стал лучшим ведущим защитником наверное команды за достаточно короткий срок такой настоящий мужик злой вот как надо защитник должен быть таким в результате дивеев пропустил всю предсезонку пропустил первый матч и потом еще тоже повреждение напомнила о себе уже в казани когда его пришлось поменять после первого тайма и второй тайм уже был другим ну и вообще конечно хочется чтобы он поскорее вернул строй но это рядышком рядышком дивеев я думаю скоро будет играть вновь но это тоже все сказалось в обороне к сожалению проблема когда проблема в обороне то вся команда конечно серьезно страдает но и в атаке тоже игра не получилось в общем матч самаре был совсем не таким каким бы мы хотели поэтому проиграли проиграли абсолютно по делу следующий матч было с оренбургом важно что команда отреагировала вот на это поражение правильно и ну по крайней мере вот до вчерашней игры сочи было четкое такое ощущение что команда идет по нарастающей команда прибавляет от игры к игре это действительно было так с оренбургом хороший матч провели мне понравился с трибуны понятно что не без шероховатости но уж по крайней мере разница по сравнению с игрой против крыльев было просто разительной огромной и поэтому моменты были отрезки были очень хорошие влашич уже начинал потихоньку становиться вот тем влаши чем которую мы знаем лучшим влаши чем они та версия которая была в самаре ну тогда он прям только-только вышел из отпуска как раз прям на той неделе и приехала на которой была игра может быть в этом дело но как бы то ни было сыграли хорошо и должны были конечно больше забивать моментов было много но в результате обеспечили себе нервную концовку и ну было бы очень обидно упустить победу а шанс был конечно оренбурга сумасшедший молодец игорь акинфеев в которой уже раз напомнил о себе выручил команду и в общем-то хорошо что так получил кстати если вы заметили да после пропущенного мяча с оренбургом игорь пока он тут не пропускает больше и вот то спасение было потом три матча на ноль провел наш вратарь провела команда хотя момент конечно у наших ворот вот вчера например матчи сочи тоже возникали дальше была игра с локомотивом на мой взгляд сыграли тоже хорошо важно было что контролировали мяч первый тайм вообще очень такой приличный получился хотя соперник силен локомотив то все-таки локомотив пока на самый сложный был соперник из всех пяти с кем уже встречались и очень хорошо что до перерыва практически ничего не дали создать да там во втором тайме что-то было но локомотив команды который всегда много моментов создает много забивает вчера 4 уралу отгрузила зениту 3 на суперкубок забила там еще плюс штанга перекладина то есть мы все помним и мы все знаем что локомотив всегда сбивает много а на ноль играет очень редко то есть минут на ноль забитых мечей последний раз это было еще весной насколько я помню в этом плане приятно конечно так получилось и слава богу да что был вар видеоарбитр который восстановил справедливость в эпизоде с пенальти но мы поговорим еще о судействе отдельно я просто не хотел бы им мешать все в одну кучу дальше игра против рубина пожалуй лучшие полчаса если мы берем просто отрезок в этом сезоне пока у армейцев это отрезок где-то вот после первой 15 минутки до конца тайма первого конечно же в казани понравилась игра такая легкая было и моменты пошли голевые то есть прямо вот смотришь и радуешься может вот команда играть так мы это знаем и конечно когда вот рубин этот новый рубин который не закрытая команда которую мы помним вся вот такая команда которая в атаку играет против таких команд армейцам легче играть и приятнее сразу появляется возможность для быстрых атак для вот этих перехватов центре поля для встречных кота которые армейцы любят и умеют проводить ну конечно гол шикарнейший забили этот марио что сотворил бразилия маленькая как вот говорили уже и но мы ему говорили после игры об этом умничка вот и федя чалов здорово пробил в девятку ближнюю в касание мне кажется пока это лучший гол чемпионат а вот на данный момент после этих пяти туров всего чемпионата дальше посмотрим может быть будут и более красивые может быть армейцы забьет еще более красивыми в общем этот матч вспоминать приятно во втором тайме после замены дерева его в обороне ну так конечно и рубин заиграл по-другому сложно было сложно были моменты чтобы пропустить и не выиграть этот матч но довели до победы молодцы выстояли и опять же вот эти вот три победных игры наверное в целом можно занести в актив то есть так оптимизма с каждым матчем становилось все больше еще расскажу что вот это ощущение что армейцы от матча к матчу прибавляли это очень важное ощущение очень важно в принципе удачно начать чемпионат идти в верхней части таблицы потому что потом очень трудно догонять не отпустить конкурентов и армейцы на второе место вышли после четвертого тура на чистое второе место и казалось что вот это вот они поймали да свою игру может быть конечно не все получается и победы все три минимальные но все равно вот это ощущение по крайней мере у меня и внутри команды тоже потому что я много разговаривал с игроками и с тренерами она присутствовала что команда постепенно постепенно до степ-бай-степ собрала марте как испанцы говорят шаг за шагом она двигалась двигается вперед но игра против сочи получилось конечно неудачной уж точно я вам так скажу да давайте опять же я еще вчера писал об этом и сейчас скажу потому что многие почему-то считают что судейская тема она затмила все остальное нет мы будем говорить об игре тоже игра вчера ну первый тайм это наверное худший первый тайм за очень долгое время в домашних матчах очень неудачный игра вообще не смотрелась армейцев и соперник был ближе к забитому мячу и два момента стопроцентных пожалуй было у сочи но там когда вот один на один вышел игрок но только вот на недостаток мастерства он там молодой же футболист по моему извини то его отдали туда ну как и многие других только мастерство вот нехватка недостатка мастерства помешал наверное открыть счет и может быть какая-то психологическая да не уверена что это команда сих пор не забила до сочи вообще рекорд становил чемпионатов россии насколько я знаю впервые одна команда не забила вообще ни одного мяча в пяти стартовых турах чемпионат такого не было никогда за всю историю чемпионатов россии с 1992 года то есть вы можете себе представить конечно психологически на них давит но с другой стороны это им не помешало достаточно грубо играть ну и достаточно так грамотно так тоже можно сказать обороняться и вратарь у них вчера сыграл неплохо что там говорить но мы говорим не о сочи да такие команды все равно как крылья как сочи нельзя не имеет права терять очки команды которые ставят самые самые высокие задачи не имеет права но что поделать это произошло во втором тайме все-таки уже было по-другому по крайней мере какое-то давление уже было и мечом владели практически армейцы постоянно я не помню там у сочи вообще по моему ничего не было во втором тайме команда уже полностью отошла к своим воротам и просто тому же как могла играла вот на эти 00 к сожалению не хватило выдумки не хватило каких-то в атаке нестандартных ходов просто был такой уже навал в конце запихнем этот мяч туда в ворота или нет но к сожалению для армейцев не получилось хотя такие моменты были полумоменты но и были призвод кореш который надо было суде расценить по-иному но сейчас мы поговорим о судействе отдельно вот но в целом если об игре конечно это была очень неудачная игра и молчать об этом мы не будем да то есть вы говорите да что ну кто-то говорит в комментариях что вы только о суде нет конечно надо говорить об игре игра неудачно игра неудачно и будем надеяться все-таки что я считаю что в нынешнем составе состав то стартовый состав армейцев но может и должен играть лучше безусловно до сочи укрепляется ежедневные да понятно что с этим матчем были определенные надежды связаны не только у сочи на и у конкурентов армейских а сочи все-таки не конкуренция ска до конкуренты другие я думаю что они тоже постарались укрепить сочи сочи укрепился и но года насколько лучше с ним стала игра команда это мозги все-таки в центре поля ну и вообще команда неплохая я не знаю будет ли она там останется премьер-лиги или нет но по крайней мере если вот так будет играть с таким остервенением как играл сочи вчера то очки будет набирать скажу так тем не менее отметив что игра не удалась армейцам вчера и сыграли неважно и что 00 это в целом если просто брать игру наверное даже результат закономерный то есть на победу армейцы не наиграли но опять же давайте отделять вот когда мух от котлет можно не наиграть на победу как спартак с тем же сочи который там даже на ничью не наиграл да но тем не менее спартак же три очка записал в таблицу за счет чего за счет ошибок арбитра мы не призываем арбитров ошибаться в пользу армейцев давайте просто не ошибаться пожалуйста в пользу соперников это уже невозможно и давайте говорить о суде так как они этого заслуживают вчерашний матч но это ну слов честно говоря нет я уже написал все и говорю об этом мы видим прекрасно что происходит а происходит следующее давайте мне кажется уже настало время глобальных выводов потому что это происходит уже давно прошел год с того дня когда была совершена последняя такая вот ошибка серьезных пользу цска это было в матче с енисеем тогда дали 11 метровый ворота енисея который ну на мой взгляд да такой был даже неспорная неправильный пенальти там скорее не было вот но после этого какое количество ошибок совершили против армейцев результативных буквально через две недели того же марио сбивают в казани пенальти не назначается армейцы кстати тот матч не выиграли сыграли 1 1 это было в прошлом сезоне так напомню да тогда тоже играли в августе в гостях с рубину если мы начнем вспоминать сколько после этого всего произошло и сколько армейцы уже пострадали до самые наверно вопиющие моменты это апрель месяц это игра домашняя с оренбургом совершенно наглое удаление марио фернандеса несправедливая потом марио почему-то пропускает да как бы случайно матч с локомотивом тогда этот лапочкин постарался такой судья и потом буквально через некоторое время следует игра в гостях с краснодаром которая заканчивается тем что в пользу цска не назначаются два справедливых пенальти из что сказывается на результате но это мы все с вами вспоминали я просто вам вот сейчас так напоминаю потом мы смотрим домашний матч все три домашних игры что творит судья матча с оренбургом домашнего тоже не назначает пенальти желтые карточки удивительные появляются после этого игра с локомотивом это хорошо что был вар не было бы вара не выиграли бы эту игру с локомотивом может быть да и не было бы того пенальти почему-то не увидел судья но там нарушение стопроцентное против чалова хорошо был вар сейчас вара не было армейцы теряют два очка которые они должны были набрать потому что был грубейший фол против чалова это хамский фол это вообще бандитизм вот честно то что мы видели вчера самый настоящий и у феди не все так хорошо сейчас и я опять же не хочу лезть вот в эти вот в теорию загарова загарова да кому это нужно почему именно перед дерби вырубают чалова вырубают сигурдсона потом вот эти вот извинения они не нужны все прекрасно видят когда игрок специально идет в подкат или нарушает правила когда в пылу борьбы мы все футбол хорошо знаем и хорошо смотрим то что творится и то что вчера происходило безнаказанно самое главное да то есть судья даже желтую не дал и за что он дал обликова да потом желтую все мы это видели сколько уже желтых на раздавали игрокам цска и сколько не додали и не назначили фолов в сторону соперников вы понимаете если бы это было в одной отдельно взятой игре вопросов бы не было но давайте все таки говорить что уже есть тенденция и тенденция устойчивая и началась она еще в прошлом сезоне одним командам не то что сходят с рук с каким-то нарушения одним командам судьи помогают и это видно другие команды судьи тормозят это тоже видно и когда мы говорим что тот судья некомпетентен этот некомпетентен давайте все-таки говорить уже о начальнике судейском который ну явно не справляется со своими обязанностями тут такой момент или это как-то поменять причем желательно это сделать как можно скорее или это будет продолжаться и дальше и ничего не сделаешь и придется просто до сложить лапки что называется и спокойно на все это смотреть хотя честно говоря спокойно все это смотреть трудно я могу сказать что в команде то что вчера произошло вызвало просто ну очень негативную реакцию мы же не говорим что это происходит да во всех матчах если цска проиграла крыльям советов и ворота цска назначили пенальти но пенальти был справедливый и судейство было абсолютно объективное левникова вопросов нет все было по-честному ни слова говорить не будем проиграли сами проиграли по делу в казани кстати отсудил хорошо вот арбитр казарцева если я не ошибаюсь объективно тоже давал желтые фалы давал пользу соперника но все по делу да может быть там были какие-то мелкие ошибки но смотрелось это все все равно он был последовательным а вот и домашних матча как армейцев отсудили это просто кошмар и все это опять же началось еще в прошлом году мы видим команды которым помогают в открытую причем помогают и мы видим команды которые тормозят и армейцы к сожалению едва ли не главные пострадавшие если мы берем вот уже много-много матчей и это сожалению эта проблема ребят это большая проблема которую надо как-то решать я еще вот что скажу говорят очень много о политике но вы знаете мне как-то вот хочется верить что футбол он чистый он вне политики может быть и сами политики если они как-то я надеюсь что никто в этом конечно не замешан но все-таки футбол он должен быть отдушиной и давайте хотя бы вот туда не вмешиваться не трогать пусть играют честно пусть будет вот все как должно быть давайте хотя бы вот здесь будем честны и будем просто вот ну просто играть пусть кто сильнее пусть тот и выиграет если там проиграли да по делу подойти пожать руки сказать ребят вы выиграли вы сегодня были сильнее и разойтись а вот вот этими методами не пользоваться потому что есть твердое ощущение сейчас четко и устойчивое что что-то не то происходит что все нечестно то что случилось да это что происходит случается поэтому мне вот трудно поверить что в матчах например там с другими некоторыми командами да вот такой вот могли сотворить что вчера сделали с ска матча сочи к сожалению наверное все должны быть заинтересованы чтобы тоже дерби прошло в сильнейших составах они вот то что вот сейчас может случиться это некрасиво это неправильно и бороться надо только на футбольном поле и по правилам вот я буквально перед тем как начать записывать этот эфир общался с феди чалова и он мне написал что до перелом со смещением у него и мое мнение да надо реагировать как-то на это надо и клубу реагировать потому что но это уже отвратительное судейство и опять же мы видим тенденцию мне уже повторяться не хочется я все сказал о судействе все написала десять раз говорить одно и то же ну какой смысл давайте феде здоровья пожелаем сейчас ждем ну вот в эти минуты может быть когда эфир уже выйдет мы будем знать точный диагноз сигурсона у него в 15 00 по москве началось контрольное обследование он поехал там снимки делать и я очень надеюсь что тоже все будет нормально кстати насчет сигурцы но это прыжок просто понимаете прыжок в ноги но вы все видели что я буду говорить все все прекрасно видели давайте поговорим теперь о другом еще расскажу клубу надо реагировать да вы мое мнение хотите надо реагировать потому что такое нельзя оставлять безнаказанным нельзя это уже все грани приходит теперь давайте о трансферах ваших ну для многих это любимая тема поговорим о том давайте сначала вот о чем да помню на прошлой неделе что говорили что писали многие даже обвиняли я для себя сделал выводы скажу честно наверное то есть вы ждете да то есть многие здесь как ждут намеков ждут вот ну скажи уже скажи а когда вот она вроде как близкой вот вот и ты намекаешь а потом не случается то на тебя обрушивается просто до выливается ведро не хочу сказать чего и да мне даже вот на матче сколько народу встречались встречалась мне ко мне вчера какие-то незнакомые люди абсолютно подходили на матче как они попали туда вот в эту ложу да где пресса где игроки сидят еще я туда иногда спускаюсь и спрашивали макс ну что ну что ты же написал ну где я понимаю да ну я даже не знаю кто это вообще был что за люди девушки даже какие-то подходят не то что люди молоды чем их было ну много разных абсолютно кого-то я в лицо там несколько человек знаю но не знаю кто это а большинство я вообще не видел первый раз видел в жизни ребят я сделал для себя выводы давайте да лучше молчать наверное что-то я сделал не так слишком много до пытался вот вам сказать но вы автобус наверное видели микроавтобус который новичков переводит да там в твиттере в официальном и в принципе все шло к тому ну шло все к тому что вот вот но не получилось нет никого нет тогда давайте эту тему оставим и будем ждать просто официальной информации если что-то будет уже так что уже неотвратимо близко я попробую вам сказать а так лучше надо действительно помолчать и все бывает все меняется я не буду но я думаю что вы сами наверно знаете был интерес к этому они и куру но не хочет человек ехать в россию ну видите не получилось был еще интерес к одному игроку к другому игроку хороший футболист но эти люди не хотят ехать в россию но что ты тут сделаешь чего нам ждать да есть интерес к круговому из уфы это правда я не буду тоже сказать в принципе по моему об этом да и роман бабаев вчера сказал если не ошибаюсь но там и зенит его хочет а в кулуарах говорят вот что что зенит но по крайней мере вот такая это говорят в кулуарах да то есть за что купил зато и продаю что он желание есть такое просто как можно больше в свете надвигающийся лимита забирать себе паспортистов благо возможности у клуба есть это делать как можно больше игроков а потом уже будут разбираться что с ними делать но в общем как они разбираются мы видим да можно целый клуб укомплектовать вот вчерашнего соперника собственно я не знаю на сколько процентов укомплектовал именно зенит видите получается вполне себе боеспособный коллектив опять же этические моменты да хорошо это или плохо делать выводы сами я вам говорю вот то что то о чем говорят в кулуарах что касается армейцев я очень надеюсь что будет нападающий очень надеюсь да что и защитник тоже будет вот больше ничего говорить не буду надежды есть и буду надеяться до самого конца трансферной кампании надежды без небезосновательные поэтому пока все я думаю что в ближайшие дни тоже пока мы ничего не узнаем будем ждать в любом случае дерби будем играть вот этой обоймой какая есть а там уже посмотрим из нее как мы видим тоже до вы бывают игроки к сожалению ну да вот так вот тяжело вздохнул но потому что конечно давайте так конечно команде необходимо усиление команда не просто нуждается в нем команде она жизненно необходимо потому что когда начнутся матчи в лиге европы я уж не знаю что будет с кубком да тоже и кубок же тоже хочется как-то поудачнее сыграть потому что мы помним что три сезона подряд армейцы вылетали в первом же после первого же матча из кубка выездного так что вот такие дела ну что ж в принципе думаю что у меня на сегодня все все что хотел я сказал давайте верить в команду не знаю каким составом будем играть против спартака понятно что состав любом случае будет ослаблен а кто-то может быть с травмой выйдет другой стороны травмированных футболистов не хочется да чтобы они играли это дерби и посмотрим еще кого назначить судить тоже матч тоже момент немаловажный уж может быть хотя бы этот матч отсудят по-честному потому что команде с которой цска будет играть следующем туре ну немало так в трех матчах уж точно да против сочи против ростова против динамо арбитры помогали давайте опять же называть вещи своими именами давайте хотя бы дерби отсудим честно и давайте надеяться что все будет нормально и верить в команду все равно вот у нас в любом случае до настоящие болельщики они не бросят команду а кто ноет кто слишком кому там все не нравится но надо быть рядом и в горе и в радости будем надеяться что радости все равно будет больше я в это верю команды пока что 10 очков после пяти матчей результат ну более-менее нормальный конечно хотелось бы что было бы больше вот было бы 12 после матча сочи было бы конечно лучше но ничего будем надеяться на лучшее верим в цска и ждем ждем следующих игр дальше будет думаю что интереснее с вами был максим квитковский пока